Сегодня о сервисе для построения диаграмм Diagrams.net, на русский это переводится как диаграмм нет. Но на самом деле они есть, ну точнее появятся после интеграции сервиса с вашим Google диском. Поехали! С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Заходим на Diagrams.net, тут не нужно регистрироваться, вообще ничего не нужно, нужно просто нажать старт и тут выбрать место куда сохранить. Самое удобное на мой взгляд это Google Drive, но можно и сразу на компьютер. Давайте кстати попробуем. Выбирайте эскиз, пусть будет blank, пустой и create. Нам предлагают выбрать место куда сохранить. И вот так выглядит интерфейс. Немного отпугивающий по нынешним временам, зато для своих задач он крайне функционален, поверьте. Вернемся все-таки и создадим диаграмму правильно. То есть на Google диске. Авторизовываемся. Поехали. Опять же чистую диаграмму. Хотя тут есть из чего выбрать в плане темплейтов. Разбиты они по категориям. Вот такую например можно выбрать техническую. Или вот такую. Но вернемся к чистой. Можно кстати сохранять как XML, а можно например как BMP или PNG. Но это сейчас не важно, поскольку впоследствии вы можете скачать копию в любом формате, включая JPEG. И предлагает еще выбрать папку на диске. Положим в теплицу. Все. Ну начнем вот с этой маленькой неприметной иконки выбора локации. Русский есть плюс 100 очков в карму. И переименуем файл. А то можно масштабировать по длине и высоте, а можно по обоим направлениям. Масштабируется непропорционально. Если зажать shift и тянуть, то пропорционально. Также фигуру можно повернуть. При наведении на фигуру появляются такие полупрозрачные стрелочки. При наведении мышки он предлагает создать в этом направлении другую фигуру. Одну из четырех. Если кликнуть по стрелочке, то выбор фигур увеличивается. Создали. Ну и дальше еще один прямоугольник. В правом меню настройки по конкретной выделенной фигуре. Можно поменять цвет, выбрать градиент, изменить ширину обводки. В общем можно проделывать с фигурой разные всякие телодвижения. Настроек много. Если фигура не выделена, вы работаете со всем листом. Также бэкграунд. Если тень, то на все предметы и так далее. Очень широкий выбор размеров. В данный момент у нас стандартный лист А4. Альбомная ориентация. Да, забыл сказать, масштаб меняется средним колесом мыши с зажатым control. Лист двигается нажатием на среднее колесо мыши. Так, ну и давайте поставим 16 на 9. Классика. Только альбомная. Вообще по настройкам и хоткеем эта программа тянет на классическое приложение для дизайна. Часто вы встречали возможность поменять цвет линий сетки и размер ячейки. Я не часто. Фигма, по-моему, этого нет. Ну и дальше собственно по работе с самой диаграммой. Связанные объекты двигаются вместе со стрелкой. И есть направляющие, еще сто пятьсот в корму разработчикам. Объекты можно соединить стрелкой отдельно. Ну то есть уже после создания. Причем вот так они у нас связаны. То есть все объекты перемещаются с привязанными к ним стрелками. А если как бы не дотянуть стрелку, то объекты будут несвязаны. А при подтягивании стрелки на объекте появляются такие синие крестики. Это как бы точки входа. Если вы притянете стрелку к любой этой точке, объекты свяжутся. Ну и из любой этой точки можно вытянуть следующую стрелку. Причем форма стрелки также настраивается. Давайте вот этот объект свяжем еще вот с этим обратной стрелкой. Ну и собственно текст. Без текста никуда. Причем по тексту также есть гора настройок. Что касается объектов. Их тут много и они также разбиты по категориям. Вот такие отличные шкафы и стойки. Я так думаю имеются в виду серверные стойки, а не барные. Поудаляем. Это тоже ни к чему. Ну и все. Можно выбрать единый стиль оформления. Какой-нибудь такой. И закруглить углы во всех фигурах. Что касается объектов. Их тут очень много, это я уже говорил. Но то, что представлено здесь, это еще не все. Можно нажать на больше фигур и тут уже просто праздник какой-то. Вы их дозагружаете к себе в аккаунт и начинаете творить. Я вообще делал бессистемную диаграмму, но вот сейчас понял, что это же типичный план эвакуации при пожаре. Надо только доработать немного. Все. И теперь сохраняем. Горячие клавиши Ctrl S и идем смотреть, что у нас появилось на Google диске. Появилась диаграмма. Правда не во весь лист, а обрезанная по крайним объектам. Решается, например, добавлением еще одного объекта размером во весь лист в качестве подложки или настройками при экспорте. А экспорт, как я говорил в начале, тут есть. И при том в большинстве ходовых форматов. Например, PNG и JPEG. Сервис простой, немного старомодный по дизайну, на мой взгляд. Но с задачами своими справляется. Все любите друг друга. Составляйте диаграммы чего-то хорошего, следуя заветам Венечки Ерофеева. Подписывайтесь на канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать в теплице социальных технологий.